Пацаны и пацанессы, родные, всем доброго, привет! Приветствую вас на киносеансе режиссерской версии Властелина колец. Занимаю свои места, надеюсь, все все взяли, похавать, попить, заварили заранее. Надеюсь, все подготовлено к нашему погружению в этот мир Толкина, который он выстраивал многие годы и по крупицам, по деталикам каждого персонажа, каждую ситуацию, каждую историю, каждую локацию. Ладно, короче, Утопия Лайф, дошел лекарство от бессмертия, называется. Тот самый выпуск, тот самый выпуск про тот самый выпуск, тот самый выпуск про тот самый выпуск, который недавно вышел, который сейчас теперь полтора часа идет, боже ж ты, мой господи, он не, он, он, да, я не знаю, сколько в итоге у нас выйдет, но выйдет прилично, так что будь готов, смотрим лайв, Утопия Лайф, это влог со съемок последнего выпуска, который мы вместе с тобой уже успели посмотреть, время еще не пришло называться, а если не успели вместе с тобой посмотреть, то обязательно иди посмотри, а потом сюда возвращайся. Влог, если кто-то не знает, это тот самый формат, который выходит на Утопия Лайф, где показывают ребята, все команды, как это все снимается, да и не только техникой хвастаются, и вот это вот все, понимаешь, но это я так, для тех, кто, возможно, в первый раз попал или что-нибудь такое. Давай смотреть, ссылочка на оригинал внизу, не буду тянуть, с тебя пальчиком авансиком, огромное спасибо, комментарии пиши, родной, чем больше, как лучше, подписывайся, организуй, дзензен с бубенцами. И, естественно, ссылочка на телеграм внизу, ссылочка на игрушечный канал, где у нас максимальный Atomic Heart просто каждый день выходит, и мы там, может, даже к финалу движемся, и все вот это все, что связано с игрушечками, контрабанд полис, сейчас резик, четвертый ремейк будет выходить, тоже там будет, все, короче, будет на игрушечном канальчике и есть, и происходит, так что, если тебе интересно, интересно игрушечки, интересно время было проводить вместе за игрушечками, не только за видосами, то ссылочку внизу оставляю, и очень-очень, на самом деле, буду рад тебя там видеть, я тут тоже вкладываюсь и временем, и стараюсь, и, короче, все, все вот так вот. Кто смотрит, так сказать, не обманет, кайфуем там в том числе. Все, поехали, поехали, поехали. А сегодня в выпуске. А сегодня в выпуске. День рождения! Мои мечты осуществились. Я в Гриффиндоре, что мне кажется, какой-то максимально... Нормально. У нас завтра студия забронирована на 24 часа. Можно так новости снимать. Мы делаем полную перестановку. Ну, короче, построили новую локацию. Выглядит все равно так. Я, кажется, закачал пресс. 24 часа. 24 часа. Пожалуйста, пусть. Что-то движ, прям движ. Мы сняли. Фуэта. Там прям живого места нет. Отснялись практически. Нам приехала посылка. Никаких конфликтов мы не хотим. Есть... Ля. Конфликт. Сколько проблем у нас. Ты, ребята, работяги. Класс, ну сколько всего. Ты понимаешь, тут даже водная заставка, она дольше, чем обычно, по-моему. Шоу, горячую жопу возвращения, неужели? Ща. Ля, заставочка шикарная. Бэкстейдж со съемок. Время еще не пришло. День первый. Садись. Дим, привет, ребята. Наконец-то новый Утопия Лайв. Потому что мы очень давно не собирались... Ля, худак какой прикольный. Прям нравится. Прям шикарный. Мне вот эта белая линия нравится. Вот здесь. Шикарный худак. Есть что рассказать. Сценарий написан. Новинки. Вот здесь вообще что-то невероятное происходит. Обо всем мы вам расскажем чуть-чуть попозже. Просто нужно понимать, что начинается новый съемочный день. Мы давно не виделись с ребятами. И самое главное, сегодня у Лехи день рождения. С днем рождения. С прошедшим правду. Лучше поздно, чем никогда. Большой не быть лапшой. Мы сегодня собрались не для того, чтобы праздновать его день рождения. Но в том числе. И этого тоже. Сейчас Леха закажет покушать. Мы покушаем и будем снимать. Да, Леха, закажешь? Леха, у тебя же днем рождения, да? Блин, вот это всегда прикалывал. Вот эта история еще с детского сада, по-моему, эта херня началась. Когда у тебя днюха, ты типа, ну, угощаешь. Там с конфетками приходишь, ты все раздаешь. Было у вас в школе? У тебя было? Нет? В детском садике было? В студенчестве было? Но в студенчестве уже нет. В студенчестве эта история, конечно, не так работает. Но проставляется всегда тот, короче, да, у кого днюха. Почему? Почему? Я даже объяснить не могу. Просто вот всегда, всю жизнь, я никогда не праздновал день рождения, потому что мне тупо не нравится. Я, если честно, ну, тоже не сказать, что прям отдельно праздновал. Я не вспомню, ну, в детстве, наверное, было. Вот у меня в марте как раз днюха, 30 марта. И я, если честно, я не помню, чтобы я в последний раз праздновал днюху. Это значит праздновал. Праздновал. Праздновал, прям, не знаю, где-то, где-то собрали еще что-то отдельно. Кто-то прям поздравлял. По-моему, такого особо не было. Наверное, только в детстве было. Вот. Ну, прям в детстве, в детстве. Прям совсем. Вот такой, как я бегал. Вот примерно, вот, видишь, телефон? Чтоб понимал. Вот таких размеров. Может быть тогда, может быть тогда, но я не помню того. Ну, и как-то, я не знаю, я не то, чтобы настаиваю на том, чтобы праздновать. У меня нет вот этого, знаешь, типа, ой, сейчас это сам приглашу, что-то суету какую-то на виду организую. Нет, обычно как-то я этот день так, чисто, знаешь, так вот как-то. Не знаю, мне может быть не нравится повышенное внимание, мне хочется, чтобы об этом никто не знал, никто не поздравлял и так далее, не знаю, просто вот так вот. Ну, я понимаю. Именно поэтому мы приготовили Лёхе сегодня кое-что интересное. Ничего, не палимся всю нормальному. Как ты думаешь, что это? Я не знаю, я всем, я, короче, чтобы вы понимали, я Саша, что на Новый год, что на день рождения Саша дал задание. Если кто-то тебя что-то спрашивает, типа, подарить мне что-то, всегда... Они там что, уже подарок принесли? Говори то, что ему ничего не надо. Ничего не надо, да я тоже самое говорю, да, когда меня спрашивают, типа, что тебе наднюхай, я говорю, ничего не надо. Вот меня недавно спрашивали, что тебе надо наднюхай, я говорю, да ничего, забей. Ну, понятно, что человек не забьет, но я всегда так говорю, типа, да, забей. А мы не спрашиваем, потому что знаем, что ему нравится. Ничего такого, ребят, просто мы хотели от команды сделать вот такой вот презентик, конфеты это какие-то крутые баночки кола для японской или китайской самое лимитированное что-то можно но это коллекцион очки чисто шикарно шикарно это это пополнение моей коллекции блин а я вот сегодня пил ребят были не хотел взять забыл мне там 2 бутылочка лежит любят там буча так сказать у нас сегодня составляет нам с тобой компанию до камбуча ну либо если говорить по-человечески чай не мать его гриб какая нахуй камбуча забудь пройти слова какие то камбуча непонятный чайный гриб короче ребят у меня большая коллекция кока-кау ребята у меня на столе еще коллекция водка и вот такая коллекция значит у меня вся моя коллекция на столе вот еще баночка всю коллекцию держу прямо перед глазами чтобы всегда было да но в принципе все коллекция закончилось это три баночки которые я забыл просто выкинуть трусы кока-кола есть жевачки поп-корн ой красиво я крутую колу видео посмотреть что написано лимит от эдишен 71 тысяча 736 из 175 тысяч о прикол блин спасибо крутяк 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 еще не все держи чё ты думал все что ли а мы знаем что тебе не нравится подарки получать так чтобы добрали так давай смотреть не ну подарки получать приятно окей сколько бы там мы на самом нельзя ничего не надо мне дарить это все но подарки получать приятно да кто кто скажет что подалки попадалки папа подалкивали подарки получать неприятно что там такое что-то хрупкое а что-то были вообще плевать да как выпуск снимали чисто подарки разбираем коробка красиво это мне нравится красненький черный я все еще не понимаю что это что это что это тоже что-то коллекционные походу там баночки это что за целое представление это что так блин я хотел сделать погромче это погромче не могу сделать потому что кажется что немного тихо 2 дожди сейчас будет сделать что-то так что но это прям круто выглядит под коллекционка короче чтобы не было соблазна все это у лёхи попробовать мы конечно купили еще повторки потому что потому что я покажу открывать самый прикол от чего говорят но очко разлетится просто но это это не напиток это горячо ну ланка с каролина рипер говорят мы просто так но они это будут пробовать так что пока дает самый дойдем дойдем еще до этого не пробовал остренькой хорошо болью в это как я не знаю это как будто бы из жопы настоящего сатаны взяли просто вылили жалить две булочки сатаны и прям что вылилось так сказать и в пакет готова насколько бы это мерзко не звучало приятного аппетита не то что у нас знаете берете какой-то лейса там три чипсина внутри ничего не весят а здесь прям солидно солидно рубрика продолжается которая горящий жопы по моему тогда ждите момент задумчивых читок ля это шо это как это что-то новое мы это не видели короче сейчас волнительный момент потому что ребята снизу читают сценарий который я писал очень долго и наконец-то он закончен ой капец нужно передать словами на самом деле он настолько большой и я думал что он будет очень сложно писаться для меня потому что очень научная тема на самом деле все было не так он очень легко писался и я даже не могу понять почему на самом деле наверное потому что тема мне была безумно интересная безумно хотел ее раскрыть надеюсь у меня это получилось ждем что скажут ребята и начинаем наконец-то снимать ёмы наконец все ребята ничего не сказали марина меня прихорашивает я чуть-чуть переборщил со стрижкой с новой хотел поэкспериментировать а в итоге получилось так что мы сейчас полчаса думали как бы и уложить чтобы не было кринжова на деда это мы посмотрим что мы можем с этим сделать слишком коротко по бокам но ладно норма ситуацию через дней десять типа как говорил один мой знакомый растет будет нормально чтобы понимали это долгий кадр будет и мы мы надеемся прям на графику то что графика это все будет четко выглядеть но если нет то надеемся на рост волос быстрый да представьте что вам сообщили что вы завтра умрете разумеется вы в шоке вы не хотите ведет сняли конечно да вот здесь что-то примерно будет видно еще столько кадра не попавшего снова выпуск не будет маловато ну мне не понравилось странно выглядит как будто бы он на стуле он не на стуле как будто бы сидит а как-то просто в воздухе висит и ноги так смешно выглядят объясню ситуацию немного странно то есть ты такой мрачный выпуск снимаешь то есть в мрачном антураже а потом начинается свистопляск там все это такое мерцает на заднем плане хромак зачем-то и типа вот я старею блин мне показалось это супер снова как сделали с этим самым с ближним врагу это прям хорошо получилось то что в самом выпуске то что оставили в итоге нормально это прям самый хороший оптимальный вариант я сказал нет мы этого не будем делать давайте переснимем и мы дальше это пересняли это получилось намного глубже намного идейнее и намного качественнее вот так что дальше увидите новые ролики видеть дальше увидите как мы уже перешли к съемке на зеленке иллюстрации как оказалось этого всего очень мало поэтому сейчас быстренько закончим и будет супер зато следующей локации просто кайфа не усею на счет просто башню разорвет представьте что мы с вами находимся в комнате ловушки это пожалуйста единственный момент выпуске который был плюс-минус ну такой типа что ли юморной не юморной ну хотя бы хотя бы такой типа знаешь настроение за знаком плюс что-нибудь такое разгружающие если мы ничего не сделаем то нас рано или поздно раздавит но в комнате есть дверь на ней очень много замков вот все те бессмертные или долго живущие организмы все разработки все исследования потенциально имеют ключ от этой двери и чем быстрее мы их получим тем больше шансов у нас и даже если не получится нам разве не нужно пытаться хочу напомнить что даже если дверей нет персонажей фильмов руки не опускают а у нас есть вот такая вот пища для размышлений как был на самом деле сейчас узнаем какой попытки на самом деле нет персонажей фильмов руки не просто ушел хочу напомнить что даже если у дверей нет персонажей фильмы руки фабу 22 23 это типа фибра фибраль не опускают а у нас есть вот такая вот пища для размышлений тут короче ребят еще тут в тексте ошибка поэтому там ошибки он не умеет читать слово двери а только написано двери давайте еще ты что если даже у дверей нет все поплыл поплыл с первого раза короче мы продолжаем снять зеленку и смотрите чайна боу вернулся последний раз пользовали на нового года от него если бы сейчас снимаем интеграцию прум-пум-пум и мы ее сейчас снимем и по сути на сегодня все и это хорошо потому что времени еще пока немного мы пока что успевать по сегодня мы успеваем пока не успевать дальше это точно это прямо сто процентов это должно быть без этого никак приветствую в трехтысячном году что где короче делаем как знаете в видеоиграх типа от первого лица знаем знаем мотор тот самый момент оя что новая техника обзор и анбоксинг новой техники та самая рубрика неужели да да нет не знаю что нужно ты ребят а что это а это новая техника как всегда рубрика новая техника без нее никуда ну даже две палки на нлайт пава тью это вот такие вот большие наши вот такие вот еще две штучки и того у нас 6 еще один forza 60 c это штука который мы теперь на постоянке прям используем у нас были раньше до этого годексы мы уже перестали использовать эти как вроде как по ощущениям вроде как прикольнее почему мы обновляемся потому что скоро съемки которых у нас еще не было в огромном павильоне в огромном ангаре мы хотим по максимуму сделать красиво поэтому вот посмотрим получится ли вот так что но это там где он ходит вот это вот постоянно этот это то есть но в основном выпуске имею ввиду там где вот он большую часть времени что ли проводит проводит по моему скоро увидимся видимся опа чё днюха 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 время еще не пришло день 2 синдероу это новый день у нас новая локация приступили к съемкам студия всем привет я сейчас пытаюсь расставить в сценарии какие-то акценты по точкам съемки выяснили что здесь стробят вот эти неоновые штучки и это плохо поэтому нам нужно будет использовать свой свет но мы так и хотели в принципе изначально буду снимать на той стене минимализм что плохо поэтому мы переместились на этот антураж я не знаю насколько это хорошо будет выглядеть попробуем сделать максимум так что голова здесь на 5 страниц про тела рассказывать ну смысле про что-то биологическое мы хотели изначально взять лабораторию но проблема в том что это очень дорого а у нас уже бюджета просто критические на этот ролик во вторых это нужно договариваться сильно заранее и только на выходных она доступна потому что это работающая белая белая лаборатория вот такие вот дела так что перебиваемся фотостудиями и завтра у нас самые главные съемки это съемки в ангаре решом об этом чуть позже давайте показать закончим короче пока что все просто подоставали просто жизнь с ребятами я тоже обновился буду честен удавать это самый серьезный разговор рубрика техника новая ты же обновился ребят мне вот один свет был до перестарой но я как обнови ну да ну теперь есть 2 вот тут вот 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 и вид нет вот там вот вот теперь их два вот так вот вот один так смотрит а другого так смотрит осталось контровой дохуярить и все а конфетка по свету будет итогово но больше нам добавлять особо нечего по свету кроме контровой уже больше годы про контровой говорю на самом деле но все должно быть нормально подожди в общем да свет расставлен вроде как нам все нравится все покажу как вроде как все расписал вроде как подписчики на бусте просили зачем-то выкладывать полностью сценарий где все прописано мне ничего не сточу прикольно интересно посмотрите насколько сценарии как бы все это прописано условно каждый поворот главы все прописано иногда есть импровизация но опять же ее не совсем много я люблю делать так чтобы все было максимально прописано имитация лжи сценарий просили скинуть сценарий заранее все мы начинаем сейчас чуть-чуть подректуре можно чуть-чуть свет давай 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 лаааайт лекс две фары вот такие вот одну мы просто кинули на заполнение и такая музыка сразу чисто рубрика лайт лекс тут все лайтово понимаешь и все по лайту ты понял ты понял блядь игра слов по центру просто для атмосфер и как вы видите вот это огромный круг это опять использована наша линза которая издалека огромная цвета конечно просто я по-другому сказать не могу я считаю онлайн на джеке мы используем как контр-вой 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 ну и взяли его здесь использовали потому что что-то что-то как-то не подрассчиталось все получается по свету поехали да го видов на самом деле может быть намного больше может найдутся еще и полностью бессмертный кто знает в любом случае изучение этих живых организмов может направить нас на правильный путь еще человек впервые говно и палки звукоизоляции так и к студии сильное эхо ну говно и палки cam cam house technologies колхоз все на месте на стадии развития девочек я кстати говоря посмотрел недавно фильм рубрика рекомендация фильмов но не знаю рекомендации не рекомендации сейчас он достаточно он довольно специфичный и вот вообще как бы такой далеко не всем понравится будет интересен называется убойный монтаж называется фильм так он по-моему французский если не ошибаюсь и он очень странный вот если вдруг 3 то у него оценка тоже невысокая но в целом он как раз про cam house technologies вот прям самый что ни на есть колхоз про съемки во время колхоз во время съемок целом именно вот съемок они там типа снимают ну снимают короче они там вот я спойлерить не буду но если вдруг ты решишь посмотреть он очень тяжело его смотреть самого начала потому что ну просто вот первые 35 минут терпеть приходится я бы сказал реально приходится терпеть первые 35 потому что во первых ты не будешь понимать что происходит вообще как бы это будет какой-то кринш максимальный все такое но если ты вдруг решишь посмотреть то попробуй как бы до переселить и потерпеть первые 35 минут и дальше поймешь в целом ну как поймешь дальше дальше уже легче будет смотреться дальше будет смотреться просто как как фильм вот первые 35 минут если вдруг я предупредил выбросил из них возможность подхватить очень страшную штуку вирус иммунодефицита человека мы уже переставили слайдер на другую точку съемки грим за слайдером грик почему ты в маске я приболел чутка атаксину о ответственность мне у меня голова начинает болеть это совпадение короче прошло шесть часов мы расставили свет поздравляю это хорошее хорошее начало я считаю мы сняли четыре предложения больше нет предложение предложение и это в отношении человека неизбежно есть четкая корреляция длинный теломеру у младых короткие у старых или у людей с определенными болезнями смотрите мы уже отсняли слайдер мне кажется это уже успехи кости только стука бы я вроде не знаю каждый раз смотрю херевает количество конечно это из плюсов голова не перестала болеть это из минус мы перекинулись на основу и сейчас запишем вроде бы это основа основ можно так новости снимать любые ну как бы на ютубе в принципе так делают новости из мира паранормального типа знаешь что какая какой новый нех появился там где-то на фарчанах там на плечах блин давно люди спросили сделать какие-то новости но я не хочу не мою а что конкретно можно ну как бы новости просто новость общая какие-то новости приколов прикольные новости однажды взяли здоровые особи и пересадили им стареющие клетки что тут же дало о себе знать и так мы опять меняем точку съемки и новый ведущий целом формат новостей это значит как формат подкаст какого-нибудь по сути ну по сути это так и есть он может либо одним человеком делать он просто будет сидеть типа такой зачитывает потом комментирует что-то сказал там пошутил еще чуть-чуть или или это типа там два человека три человека они просто зачитывают потом как бы шутку и ты обсуждают и вот этот все ну да такой есть это о на как вам зовем они подружатся с камнем кстати да как мы если но ребят это не настоящий кто озона 800 но красивый очень красиво классный он детализированный теперь это наша семья но алис салата марина укладывала это настоящее это все разу будет снимать это я сразу посмотрел выбор ты вообще пластиковая игрушка но это еще не все но ладно все 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 красиво как же они спешат и правда понятное дело людям хотелось бы так но мы не омары не ракообразные и линять не собираемся есть какие-то более земные примеры так переход и начинка пять шесть двадцать три тридцать на ноге забронирована была ранты где начинается трех ночи что это значит что мы успели сегодня а значит примерно в тысячу раз больше не успеет следующий раз баланс должен быть не успевание получается еще три часа аренда а мы уже собираемся верните деньги посмотрим справимся ли мы в этот раз на сегодня мы закончили я думаю алло здравствуйте мы закончили раньше деньги верните обратно пожалуйста спасибо ну собственно в такой же примерно манере все фотографии можете найти по ссылочке строительство новой локации на базе суть в том что мы сейчас разбираем этот стол большой ненужной мы делаем полную перестановку потому что сейчас нам едут строители чтобы делать новую локацию за развитием событий только на новый год приходится а все здесь можно руками открыть я только лежу мы откручивали стол и ехать да 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 опасность прямом эфире болтом в глаз р риск да 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 тайский влог блин пипец ребят как же вам зашел тайский влог это просто охренеть мы его смотрели кайфовый кайфовый мы ожидали мы теперь знаем что стопа travel блог посмотрели выпускать это вообще тема давайте ребята да да про сейчас стекло вот это прям самое жесткое что может быть заворачиваем правее для акробатика пошло у них получилось что творят что вытворяют контролирует контролирует смотрят работайте и там сейчас просто полоса за вами ну что идеально наверное без замеров без ничего просто на глаз чисто глаз алмаза вот ну короче построили новую локацию как вам лёха ведущий грики что стоишь помогали что такое там кресло массажер я так это игровое кресло массажер смотри там подсвет для шикарно выглядит никак кстати в таком не сидел в кресле массажере походу выглядит громоздким на самом деле супер компактно его можно прям упор к стене поставить зацените мы все дотащили сейчас не отвлекайте строители не делают локацию не будем их трогать единственное что персонаж которого уже знаете настя наш гример она как раз подготавливать всю площадку для того чтобы точнее ну как это будет выглядеть по итогу то есть она занимается в том числе и этим пойдемте спросим что она пойдем пойдемте доебемся что рассказывай что как ну как дела в целом а нормально все ну давай договори у нас дела что мы хотим показывать мы хотим красиво ну выглядит саратов а в чем подожди в чем похож на конечно можно это самое как бы да ну ты понял моделирует прямо как это должно выглядеть слушай прикол прикол только не только гример то что ведь все выглядит не так как это будет по итогу поверьте конечно хотелось бы так все я понял конкретно новое это самое новый фон там новые комнаты новые местечки для съемок круто так и наконец-то мы начали его реализацию классная история с тем что одна стена но мы об этом расскажем позже то что на магнитах скорее всего будет и несколько вариантов локаций прям в одном месте очень классная задумка если у нас все получится это будет просто нереально круто потому что нам никуда не придется выезжать для ради съемок а если не получится можно сидеть дома мы об этом не расскажем мы не расскажем вырезай в общем да вырежь при мне смотрите как без гринскрина без хромака вообще грустно пусто ну не грустно мне нравится больше не уютно прямо место дофига получает больше места вот а там вот как раз строится заглянем потом вы увидите конечный результат это знаешь вот эти два кадра были просто отсняты вне ремонта вне строительства вот этого места это просто они взяли как бы дрелью сняли отдельно потом просто приложили какую-то эту самую ну просто ну как бы ну надо ну кадры нужны нам для влога ну нельзя просто для преображение происходит для ну что ж ребят первый день строительство закончен посмотрите на вот эту вот красоту суть пока нихуя не понятно если честно ну выглядит прилично красиво конечно аккуратно но ничего не понятно чуть такую все здесь можно снять и поменять на новую на новую локацию смотрите это цельная панель она как бы здесь и кто бы мог подумать что с ним может случиться с не случится может вот что все ее можно уносить потому что она на магнитах круто это прям прикольно то есть магнитная фигня прикиньте то есть получается мы ее декорируем полностью заставляем здесь все нам нужно поменять новую локацию сделать новый антураж допустим у нас был кабинет исследователя взялись мы взяли это унесли нахрен выкинули да оттуда появилась еще одна прям динамическая дина динамический фон по сути поставили сюда магнитах вау пока что нравится пока что нравится я надеюсь что будет классно идейно это круто вот а вы следите за развитием событий для вас это одна секунда для нас это целый месяц не только физической нагрузки представляете придумать же надо задекорировать это все это очень много так сказать умственной деятельности новой деятельности ну да да это такой прям что какие должны быть обои должны ли быть обои какой должен быть низ там и горейки хренейки и всякие окно окно у нас будет да вот здесь и фальш окно будет небольшое мы его красиво должны будем подсветить красиво будет у нас от окна наша задействована фарза форза и это все надо продумывать и чтобы это все состоялась и чтобы это не было потом на картинке ну да все должно сочетаться и выглядеть органично это сложно сложно в плане это реально нужно продумать это не просто так ну сюда окно захуярим а здесь диван поставим цветочек кактус поставь направо все заебись снимаем главная новость прошедшей неделе я подключил чат g5 мы так ах боленям не что так лень была я вот чуть заморочил заморочился дед самой я нашел этого самого бота специального который оттуда выйти быть вытягивает информацию там синтекрирован он в целом платный но есть бесплатная возможность там какое-то определенное количество вопросов текста задать и даже поздно задавал может сегодня посмотрим почитаем с тобой он конечно нам выдал детс хренели с этого это просто что-то невероятно ребят суть в чем мне захотелось просто понять как это работает все я думаю но это не может быть настолько круто насколько они говорят и в общем это на про чтобы там туда чтобы туда зайти по сути нужно заморочить свепенки что-то какой-то номер телефона где-то виртуальный купить нет так стала лень когда я видел до целую инструкцию так они говорят если честно то есть чтобы вы понимали я кажется накачал пресс когда мы с ребятами попросили его придумать страшную историю дело не в страшной истории я тоже приду я придумывал я его попросил анекдот пошутить по моему страшную историю вроде тоже что то такой плюк почитаем сейчас подожди давай посмотрим что у них получил а что лучше дело дальше ладно давайте давайте вот так вот сделаем просто вот здесь выведешь если чё в общем я пишу чату прямой страшную историю короткую намек на то что это может быть использовано в страшно реально почему страшно реально тихо 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 затравка я сказал короче пишу придумай страшно короткую на пишу ну и он отвечает в темном лесу стоял заброшенный дом куда никто не смел заходить уже много лет однажды группа друзей решила проверить насколько страшен этот дом на самом деле они просочились через забор и залезли через окно чтобы изучить внутренности пока все нормально вроде однако когда они начали осматривать дом они услышали шум и который до этого не слышали поначалу немножко как под дурака написано но нормально что это просто скрип досок но затем заметили что старый дом как будто ожил двери закрывались сами собой окна раскрывались и закрывались свет был включен и выключен одному из друзей ну да здесь стало страшно и он попросил остальных вернуться назад но когда они попытались выбраться из дома они поняли что все двери и окна закрыли но мы поняли каждый раз когда они пытались выбраться что-то становилось на их пути их крики звучали далеко в темном лесу это не короткая история так начнем с этого вообще не короткая они никогда больше не были найдены она не короткая плохо что я даже это не вставил такой обобщенный давай я тебе почитаю что но он не выдал сейчас попробую найти среди я много чему писал когда столько ерунды написал считает так ладно это не то попробуй попробуй ладно я ему пишу ладно проехали ты плохо сочиняешь песни это одно из моих сообщений 5 дальше подожди 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 перескажи перед да нет я ему столько писал блин а я вроде писал что-то про страшное нет не писал походу а вот смотри придумай страшную историю я ему прям так и писал про страшную историю с участием зомби цифры 99 и голой женщиной это был мой запрос считаем что этот парень выдал однажды ночью в заброшенном городе была замечена одна голая женщина она бродила по улицам не обращая внимание на зомби которые уже начали выходить из своих убежищ вокруг было много цифр но самой загадочной была цифра 99 женщина направилась к старой лаборатории и вошла внутрь проигнорировав предупреждение об инфекции смерти она шла глубже и глубже пока не достигла комнаты где находилась таинственная бутылка у нее возникло желание изучить ее содержимое однако стоило ей приблизиться к бутылке как зомби начали вторгаться в лабораторию женщина замерла от ужаса понимая что ей не удастся выбраться отсюда живой она заглянула в бутылку и увидела количество белых магических кристаллов которых было ровно девяносто девять поп с радость начинается точнее уже началась но продал женщина поняла что эти кристаллы были единственным способом остановить зомби она успела использовать все кристаллы и сумела временно остановить нашествие мертвецов но это было ненадолго и она понимала что им остается очень мало времени до того как зомби снова начнут атаковать она пошла дальше чувствуя что ее работа лишь начинается что что это вообще было очень странная история очень странная история дуб такая вот стра дуб от страшно реально прям плохо поправочка не это не за травочка была форматики форматики разные я ему шутку помощи писал сейчас баба у меня такую шутку выдал шикарную все потом прочитаю плохо ну в общем это прям ну супер плохо ну да он скомпилировал какие-то дебильные истории и выдал это за что-то страшно но что происходило дальше я не лег так ну такое может быть насчет на него но не на сам они прессу его не прессу я попросил вообще-то короткую историю чтобы прям чуть-чуть да ребята увидели этот огромный огромный пасту и сказали рудка долго я пишу сократи еще братья друзья забрались в заброшенный дом и столкнулись со с евроестественными силами которых поглотили никто не смог их спасти . блять тем не менее все также плохо я говорю сократить еще группа друзей забралась в дом где исчезла как ты заебал какой-то момент должна ответить он он выкручивается как может чуть дерьмо выкручивается идеально кстати оставим бля берем а теперь шутка от чат гпт придумай анекдот в котором участвует жираф карлик и окно татан выдает анекдот жираф карлик и окно встретились в баре жираф говорит вчера я так хотел войти в дверной проем а он оказался ниже чем я думал карлик на это отвечает а я вчера стоял у окна и не мог дотянуться до ручки окно добавляет да вы что ни на кого не обижаетесь я ж не виноват что вы не вписывайтесь в нормы строительство кажется здесь мы сдохли на просто я не знаю я орал так сильно может быть это не так смешно сейчас кажется но это все в реал тайме происходило но я чуть не обоссался серьезно чем еще писал плюс ко всему это не шутка и это серьезно цитату самом начале ролика это он реально написал но дима как написал скомкал и просто отдал мне держи поэтому мне кажется что в принципе чат гпт он незаменимый помощник в дальнейшем нашем ремесле так сказать факт но это не тут факт не рассети вообще в целом все что связано с ними в видео фото в звуке в сочинительстве всякого вот такого это факт так еще и вот на днях вышла новая вообще версия там там говорят вообще с ума сойти что делает я много писал этому чат гпт одно один из запросов напиши короткий рэп на тему игры а томик hard но чтобы в тексте точно были следующие слова и там типа много разных слов и он мне такую херню выдал давай давай попозже короче прочитаешь что выдумал и просто какую-то рандомную информацию для ролика и просто мне дал возможно хорошо бы зашла сюда но я серьезно рассказываю искусственный интеллект он сейчас не то чтобы прям интеллект в привычном понимании у него нет мнения он собирает обрабатывать у меня есть мечта мы лишь мем 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 6 покажу давай так один мем сейчас эти здесь покажу другой мем с меня если я не забуду есть ты напомнишь а если я забуду напомнишь в telegram все выложу это будет рандомный мем вообще не важно с чем он связан просто мем просто неважно о чем мем но мем сейчас я тебе покажу в нем который недавно видел как раз про искусственный интеллект и знаешь типа условно 2 возьми нейросетки чтобы они пообщались друг с другом и как это будет выглядеть сейчас покажу ой ну качество конечно шикарное но тем не менее мем и вот делает вывод прям как аналитик данных в сфере новая локация на базе день 3 день 3 все правильно ляша творит тупо вы что вы что скейтер вы что скейтер всем привет у нас начинается новый съемочный день сенчик привез свою доску она еще пригодится так ну что собственно вот такое помещение незаурядное на самом деле это ангар который стоит очень дорого и он нужен по одной простой причине ангар целый жесть просто смотрите ну пространство достаточно мне кажется нормально должно хватить мы будем сегодня делать насколько у нас ангар на 24 часа это 24 часа челлендж в ангаре порвемся тренды просто будем как бы ну в ангаре на самом деле мы так долго подготавливались и так долго кушали что я уже устал прошло уже короче жиза сейчас девять часов вечера приехали мы сюда в 2 все это время заняло смотри начало строительные не строительные лица это короче фермы для подвеса профессионального оборудования у нас вы не так много и вообще у нас оборудование мало хотя казалось бы вы говорите постоянно куда вам столько но по сравнению с тем что здесь можно повесить это очень мало здесь источник здесь источник наверху и вокруг вот здесь вот по кругу источники света палочки которые будут просто красиво подсвечивать это будет очень красиво поверьте и все ради этого да ради масштаба я потому что почему я разговариваю о том что очень важно и мне важно донести эту мысль и хочется через свои слова и эмоции плюс подключить окружение и показать масштаб именно со всех подходов так сказать конечно атмосфера у него на ангар это эпичный потратим много времени осталось нам повесить контровой сейчас мы вам покажем как мы вешаем тут самый контровой он сам повесил упал это же каскалу дать проводить ферму мы сейчас туда повесим контровой прикиньте это все опускается да мы сейчас покажем просто да сейчас все это покажем это как вообще можете посмотреть это старые часы еще всякая хрень дивана кресло это самое главное мы сегодня с утра с сеней ездили опять же где всегда брать реквизит на склад там просто куча всего мы сини там пробовали как всегда три часа наверно мы там проходили жека и сразу же на связи потому что без жекиного одобрения мы не можем естественно хочется все лучшее выбрать потому что если честно там все очень старое и все очень коцан и любую вещь если издалека посмотреть она классная но если подойти поближе это прям под формат этого хранителя вот поэтому мы синие отобрали самое лучшее но сами видите масштаб это два метра шестьдесят сантиметра антология огромная в машину мою будто бы вписывается в эту в стилистику антологии обман и вот этого хранителя всего такого не влезет она не резиновая вот поэтому пришлось заказать грузовик который приехал туда но все это загрузили сеней потом грузовик приехал сюда все разгрузили и все готово теперь нам главное все это отснять и завтра создать назад в целости и сохранность потому что вот эти хреновые часы стоят дорого если мы что-то с ними сделаем не так то нам пипец да и вообще в принципе вся эта затея с этим роликом это очень дорого дорогая аренда очень дорогой вот это тот павильон дорогие другие студии плюс еще свет был докуплен и так далее а насчет того что ребята не могут утвердить без меня это слышалось так как будто я такой знаешь типа то что я не сказал поняли а не бери а тут смысл в том что я просто поясню ребята не понимают что у меня в голове когда я пишу сценарий а у меня прям все это ну типа есть здесь я допустим придумал часы должны быть часы они как просто но отправляют фотку и спрашивают такие ли часы нужны я говорю да такие часы вот в то время когда я подготавливал сценарий дальше они забирали из аренды все по итогу мы все приехали сюда чуть-чуть опоздали конечно но в итоге мы знали что у нас на расстановку света только уйдет как всегда часов 6 но это не только расстановка света это доделание сценария это просто поболтать с друзьями всегда поющим все мы начинаем наконец мне кажется или влог будет просто огромный 20 минут управимся за двадцать я думаю успеем за двадцать как будто бы уже уже получается что все не уберешь стремянку человек стремянка ты можешь просто убрать стремянку и все так и быть это нужно сделать не просто удобно выпендрежем каждый техника безопасности тебя судят в комментариях эти трюки выполнены профессионально профессиональными профессионалами наверное как же ты хорош сен он профессиональный профессионал лучше просто 5 процентов его силы представляете какой он трансформер тупо трансформер тут остремянку превратится то еще во что снимать с мариной на второй этаж снимите там интересно что здесь у вас подписчики ждем здесь чтобы мы показали вам как вешаем контровой свет в другую блядь не боюсь но это очень страшно до очень началась так у дурма ребят отлично охренеть реально очень страшно ну то есть высоко в общем здесь можно ходить чтобы довешивать оборудование прикольно то есть ферма поднимается вверх вот это все ее можно здесь доделывать капец и реально ну я его я высоты не боюсь у меня нет фобии ну тут приводит страшно но туда кого все очень такое масштабные здесь высоко на здесь прям очень высоко сейчас нормально нормально немножечко даже вот тут вот странное такое ощущение в груди ну все тогда пошли отсюда нет хочу еще выше такой кадр просто сен тупо на этих самых на корточках такой да нормально прикольно а можно мы спустимся так мы сейчас выключили свет чтобы посмотреть красиво атмосферно атмосферно лучше не скажешь масштабы мощь о скотч ему голова это называется как всегда конечно у нас неподготовленное оборудование для вот таких вот фермы то есть нам у нас нет вот этих крепления не знаю как гриб 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 у нас такого ничего нет у нас есть одна клипса но ее невозможно сюда захватить поэтому мы нашли кое-какое крепление и плюсом это все еще за фигачили тейпом но держится крепко то есть все хорошо ничего не упадет и все работает пойдем покажешь как подавать будете система ниппель надо все одновременно делать чтобы не было никаких прикол просто ксении стояли на кнопках на самом деле главное что главный результат неважно как это выглядит главное сделать красиво давайте попробуем ну важно как будет на на выходе выглядит начинаем со слайдер а не как она там за кадром выглядит и дальше будем наращивать темп надеюсь мы все быстро с ними но и 24 часа челлендж нам не понадобится ребят извините что прерываю ваша ваш просмотр супер интересного видоса конечно но у меня есть важное объявление у нас есть что вот это что написано секрет кредит не чат не чат что это такое это мои кругицы а знаете в чем прикол в том что у нас теперь есть секретный чат в котором можно попасть только через наш бусти через бусте все подробности на бусте ребят если что мы всей командой сидим в этом чате секретный чат и общаемся с ребятами из этого чата каждый день прикол вопросы мы им постоянно отвечаем совершенно все инсайды про ролик которого возможно и даже не только про ролик все ссылочка на оригинал повторюсь еще раз внизу да поэтому как бы ты можешь по ней прийти и все там вообще найдешь но если бы там существует то есть мы full time просто там сидим и переписываемся сильными все те кто хотел с нами пообщаться напрямую у вас есть возможность присоединиться к на в наших секретный чатик добавится к этим людям уже хотя я нигде пока что не анонсирует ну нормас так вот смотрите как то все происходит чатик привет привет мы короче сейчас снимаем рекламку на лайв-канал вы сейчас попали в лайв-канал так что вот просто я хотел чтобы ребята вот с лайв-канал увидели как все это происходит мы просто берем и записываем кругицы ребята с лайв-канал связь с вами выходим такие дела надеюсь у вас все хорошо мы монтируем все такое удачи счастья здоровья так пути всех перекратишь сейчас это при переходит уже какой-то слишком затянутый кругицы локации приехали на локацию закончили съемки мы оттуда грубит записали оттуда круги записали оттуда круги записали обмазан просто круги сами на что вот это переход вот и видел круги с прям вылет а потом обратно влетел но ведь лайв-клэк створит эффекты даже наверное ну даже представить не можете насколько ваша поддержка на бусте эта поддержка для нас и настолько облегчает жизнь спасибо вам огромное я надеюсь это киллер фича с секретным чатиком замотивирует вас подписаться и мы будем на связи с вами на постоян тупо вот прям каждую минуту каждую минуту новый круги есть заранее записанный кругицы все ссылочки в описании да и вообще на бусте много всего подписывайтесь спасибо большое в эти непростые времена вы очень сильно помогаете все продолжаем в общем ребят здесь все расставилось посмотрите на эти фермы эти фирмы должны быть заполнены светом но у нас только один источник вот он вот наверху висит ну у нас в общем аппаратуры не настолько много чтобы здесь все заполнить у нас совсем по чуть-чуть вот скоро начинаем так у нас трапезная сейчас для чего едим вкушение потому что вкушение расставляли свет очень долго как всегда дописывал сценарий прямо здесь и хочется уже начать побыстрее опять же это будет очень долго я не знаю как мы справимся но мы очень постараемся должно быть классно стараются успеть что продление жизни это нечто плохое особенно когда это только твои догадки еще чем мы слушали когда я говорил что раскрыв механизм старения мы не только можем в теории продлить жизнь но и облегчить ее а вдруг вообще сможем омолодить стариком бэм так и что сняли кадры с креслом и теперь переходим на доску так никто же все-таки рисовал кто все-таки рисовал есть прозрачная доска от сегодня мы взяли в реквизите с 7 конечно очень плохого качества залежала просто просто все кому не лень кому нельзя кому можно пробка повидавшая дерьмо на самом деле доска так она пошарпанная прям царапины здесь и очень грязная грязная короче это просто пипец мы поставили доску смотрите прикольно очень прикольно выглядит и я еще в отражении такой мы не репетировали практически полностью весь текст он большой от начала до конца и тут мы делаем мотор и он просто читается от начала и до конца полностью я пишу все и под конец все сняли я такой пожалуйста пусть мы сняли и короче все получилось просто пипец первого раза первого раз сильная история потому что обычно самое дерьмо вот типа знаете две строчки там прочитать и можно переснять по пять раз а здесь такой огромнейший пласт текста и просто с первой попытки все молодцы спасибо что конечно больше чем сейчас что можно сделать прямо сейчас чтобы попытаться прожить дольше первое не передать кажется бы прям помню слово в слово что говорил в этот момент вот я не знаю как это работает ну вот я прям хочется мне сказать то же самое я помню что я помню то же самое про воду когда он сказал типа что я вам побольше пей воды что-то там вот это слово в слово помню что говорил я не знаю как это работает но у меня в те же моменты тот же вот это не только с таким не столько с этим роликом а в целом к я печет пересматривают монтирую например да я понимаю заранее чуя близь скажу это так странно странно кажется было было вы посмотрите на это так то рисовал то это произведение искусство это грик и намалевал скажите по моему шедевр крик расскажи кто это это кошка только это самое немножко чуть посвежее наверно не убивали муры пожалуйста ну зачем его мучить б приставь ударил бы камеру на самом деле все все новая техника ребята замена короче мы уже преодолели рубеж в 12 в 13 часов съем а мы тем временем преодолели с тобой рубеж в час и сейчас заканчиваем стабилизатор у меня болит сустав это нормально старость это лечится наверное это нормально когда когда-то столько стоя что-то делаешь наверное так странно слышно из-за того что далеко плохо слышно такое ощущение сказаться что это кто-то стоит такой да что ты бубнишь ты себе поднес скажи нормально простая и удивительно точная мысль сколько время кстати максимально серьезное лицо сели часы 7 часов утра мы не собираемся домой с добрым сложные кадры с нашим ронином стабилизатором было тяжко вот а теперь мы расставились на статичные кадры и посмотрим сколько это времени займет там 19 крупнику были один есть так захотелось резко прям очень хочется есть очень хочется есть чтобы мне поесть надо бы поесть надо бы поесть надо бы поесть сейчас пишу чем поесть и это самое продолжу смотреть подожди средних и 5 общих сил нам дамы и технологии высочайшего уровня но было человеком после этих съемок если вы заметили уже все да язык заплетается уже слова путаются мы просто так смеемся это палец покажем и тут ха хи хи уйдем утренний хи хи вот короче да пока что еще снимаем челлендж 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 как же мы проигрываем короче общий с ногами это не то общий с ногами кажется нужно снимать дальше вы не поверите но мы уже практически на финиш напрямую я просто уже а уже жопта горящий что происходит вообще не знаю я поплыл но короче когда осталось у нас буквально одна сцена с часами арендованными большими и кресло все мы сейчас все последнюю рвогу сделаем до грек и все 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 мы сможем и даже знаю что время это невосполнимый ресурс ничего не мешает мне просто сидеть и думать об этом думать просто бомжи на вокзале сидит убитые усталые ребят это просто сложнейший день сегодня был ну курточка конечно курточка солидная время 1130 один из самых ну возможно даже самый сложный мы побили рекорд по количеству съемочных часов я могу объявить что за четыре часа челлендж закончился выполнен да мы здесь в чем мы вот уже из последних сил все собрали грузимся потому что еще нужно реквизит который мы брали в аренду ехать сдавать уже машину с реквизитом отправили сейчас я поеду за ним чтобы создать кресло брали у них в реквизит какой-то старая доисточная но красивая на колесиках и одно колесико у нас отвалилось ну тут не наша вина тут тут все кресло сорян могло бы и не отваливаться просто потому что она старая дряхла и дерьмо если с нас возьмут за это деньги я вообще расстроюсь буду в основном было бы но наверное попытаются я не знаю как какие там конкретно люди конечно но кажется что могут попытаться взять этого 15 там прям живого места нет уже древесина расслаивается кто-то пытался починить это мы все не кое-как там чисто на сопли посадили мы бы и тейпом могли всему голова скотч всему я я просто представляю что будут писать и люди просто я даже сейчас через камеру уже все на зомби похоже реально что-то что расскажешь в одну точку это было сложно и я не представляю сейчас поедем домой наверное вот это самое страшное что можно представить то что спать очень хочется грика вообще герой он прихворал болеет но он справился не то чтобы герой я справился со своим здоровьем чтобы прийти на съемку вот герой это который держите их аккуратно за реквизитом позиции молодцы и сегодня прямо все все постарались на максимум получил короче съемочный день закончен завтра новый сегодня дорогой съемочный день там уже на фоне к закончим этот кадр на дэнчухе как будто бы вообще нечего сказать съемки для томик хар господи что хотел сказать началось в телеграме я видел да я в телеграме видел эту маленькую рекламу который как прикольный артемик карт между прочим ребята еще раз напоминаю на игручном канальчике проходим вместе уже даже к финалу подходим на самом деле уже заканчиваем даже по сути и каждый день выходят ролики да 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 не знаю конкретно это выкладываю возможно к этому моменту вообще уже закончила томик карт и уже даже последняя часть но в любом случае на игрушечной все происходит на игрушечном через динты его 4 ближайшее время выходит так что если интересно ремейк тоже вместе нужно надо на надо ссылочка внизу ну а томик артика шикарен шикарен такой поймальчик получился хорошая правильная прическа с помощью полимерных связей наши ученые запустили развитие робототехники задумались о космических перспективах а это же звездочка но оружие звездочка или это не подожди до звездочка снежок по-другому выглядит здравствуйте дорогие мои телезрители сразу к делу это те самые полимеры с которыми связано столько кошмарных слухов о монстрах предприятия 3826 ну что полимер отснялись практически а полимер все получилось достаточно быстро стало сделать в товарищ вот прикольно смотрите клево сделано спасибо всем блин нужно было до 11 большие молодцы спасибо подарочки ну в таком можно дом короче мы только что вышли отснялись это было очень быстро очень круто очень дружный коллектив я просто охренел если что ну типа atomic hard они не говорили ничего снимать выкладывать канал это просто потому что я сам супер кайфанул от того что участвую в промо-компании игры которые я типа очень сильно ждал я реально следил за проектом мы года три точно я знаю что они не готовы карт крутой но при этом оставлял комментарии очень давно у них под трейлер и в общем классно было скажите тоже понравилось мне прям супер понравилось реально все очень дружно и все супер слаженно и очень было быстро жизнь команда подтянули что-то за оружие это будет супер крутая на полку поставлю короче я Эмоций много, звёздочку, по любому. Вообще всё было супер, мне прям очень понравилось. Мы на 2 часа раньше закончили, хотя казалось бы, всегда съёмки это переработки какие-то, но очень быстро всё пум-пум-пум. Скажите, не похоже, да, что раньше всё закончилось? Ну, это и не мы, тут продакшн какой. Да, 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 тут такой продакшн, поэтому... Команда. Вот, главное, что всё получилось быстро, и вроде как режиссёр и вся остальная команда осталась довольна. И я очень доволен этим. Да. Вот, так что всё. Все довольны. На ютубовый результат, и, конечно же, посмотреть на атмосферу, да. И поиграть в игру. Да, 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 да. Всё, давайте увидимся в следующем дне. Короче, пока... Что это? Пока мы снимали, нам приехала посылка... О, да по-любому звёздочка, я уверен, что там 100% звёздочка. Там 100% звёздочка. Миллиард, милли... Да, там по-любому звёздочка. Мантфиш. Ну, собственно, Atomic Heart, помните? Да, мы уже вам рассказывали. Короче, нежданно-негаданно, нам привезли какой-то... Баль, чё, целый ящик прям шикарный. Выглядит просто мощно. Чё там? Бля, ну, ну это не звёздочка. Подожди, это что-то другое? А что? Хорошо? Там хорошо? подожди но это и не снежок это не снежок это оружие вы могли видеть в трайлерах трайлер не короче не узнаю я даже посмотрел звездочка точно звездочка там была на съемках и все но это не паштет понятное дело не да это видимо где-то в трейлере было в самой игрушки видимо этого нет мощно круто выглядит прям полноценные попробую произведено в советском союзе выглядит очень круто если честно прям очень круто круто выглядит она не выглядит на свой вес это комплимент потому что тяжелый а какой там это дополнительный удар можно вы прокачать на каком полигоне собирать всегда приятная поработать с ребятами а потом еще получить какой-то реквизит из игры особенно из игры который то очень много еще и так вырисую ладная курточка но это типа как мерч 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 ладно ну блин такое это прям шик а мы продолжаем это тупо эксклюзив далее и она вернулась горящие жопы шоу в этот раз но они горящие ну понимаешь динамика динамика мать твою динамика все правильно вообще впервые слышно к и продается у нас нет или откуда я пока по гуглю подожди чипсики возможно даже еще вкусно выглядит они так как будто бы они из так но всем интересующимся такого у нас нет есть каком-то но есть в этих самых магазинах которые из сша доставляют и там походу стоит 4000 3000 4000 нормально но так не купить блин магмы только что достанны реально как будто сам ситана выкакал куда куда зря так сразу так так нельзя делать с острым ты ж никогда не знаешь до свидания прощаемся попрощайся стопы очень вкусно но началось началось да процесс пошел блин мне захотелось попробовать неужели настолько остро серьезно достаточно там еще столько бред и следующий кандидат это шоу закидывает топку еще ещё давай ещё 55 12 они очень вкусные у меня как будто в щеках покалывает они очень вкусный это это очень крутая штука ну нормально я не нашел нет походу друзья всем привет какой-то прикол стремя чувствуется острота так ну не прям убийственное сказал средний это легко и вытерпеть когда ты первый и когда те жжет это оверхайп происходит люди ждать а вот что они хавали с лапшой меня вообще не торкало они там вообще прям умирали а вот это мне кажется сильно забирала тебя делишь меня набирает сейчас вот прям постепенно постепенно эти переходы эти переходы все просто запустил только очень вкусно достаточно вот никогда я хочу еще остренько остренько нормально нормально всем советую набрал а вот нюх не надо вот нюх не надо надо есть а а сам вкус ты чего пиперцы тебе просто просто острота это реально очень вкусно более жалко не купить нигде жалко не купить нигде дайте мне воды дай воды пожалуйста хоть что-то неважно вообще молоком самый острый что я пробовал то лапша мне чё-то не так остро было тут прям нормально обжигает я уступаю но есть прям жесткая лапша даже чем-то я завершающий все прошли я последний в чем прикол главное никто ничего не сказал ну вы сами представляете пачку чипсов покупаешь откуда это пачка ты берешь она прям как пушинка легкая ты понимаешь что полупустая не там видно там прям наполнение дай боже прям нормально запихали эту пачку ты берешь в руки и ты прям чувствуешь вес это даже видно было когда показывал очень вкусно внутри очень вкусно у меня вот сейчас начинает но начинает чуть-чуть так азбу из горла пока извините по нуля нет ну я заплачу себя чувствуется некая несправедливость здесь потому что то что и мне прям жестко а вообще не чувствуете а у меня наоборот было с этого очень сложно я не помню какой конкретно не ели лапшу ну типа лапша там вообще есть короче разные остроты лапша и там даже сама острота ну просто тупо разная тупо разная острота вот я не знаю мне интересно какая учитывается острота такая по обычная привычная нам или там тоже немножко по другому острота идет не особо чувствовал остроту а тут у меня у меня очень сильный сейчас печет рот и прям я до головокружение такого легкого слушай вода вот я понимаю упадут просто все разом по тебя потому что я чувствую что у меня и жестко заболеть начал прочь а 0 из 10 доедай доедай мне прям реально очень сильно печет рот и прям вот тут вот сопли и вообще и слезы короче у меня закружилась голова у меня кому-то температура поднялась я хз я пытаюсь запить но я не могу это острота на уже во мне оно безумно вкусно но я больше не могу я больше не буду наверно это жесть такого меня вернула то наверное от чего-то острова и люди такие дурак ты умираешь бессмертие нашел лекарство от бессмертия что-то прям пошло что случилось жизнь после того как я съел много прям я могу сказать что это жестче лапши да мне кажется похую ты я прирожденный толстяк не пробуйте если вы так жестко переносите короче смертельный номер там осталось чуть-чуть смотрите на лица этого человека он счастлив да прям крошечки такие самые он доволен сейчас мы это будем засыпать кроны рыпер челндж пошла пошла все такое ощущение как будто как будто вот температура вот прям жестко вот сейчас настигнет кара между делом хотел бы рассказать вам вот такой вот интересной штуки однажды я проверял почту и увидел что написала одна подписчица и сказала что у нее есть подарок для нас интересно интересно когда люди пишут напрямую и просят допустим адрес мы даем потому что они они присылают очень классные вещи ну прикол конечно но там наверно какой-то почтовый адрес а абонентский ящик картина мы же и выделили с другая а ну да мы видели тоже это было заспойлинуто уф надо повернуть влево да это право но отмена влево я не вижу что там смешно лёха выглядит да давай блин эпично эпично прям прям вальше промолчу очень круто спасибо большое офигенно моим мы ее здесь поставим здесь даже фокус ловит пики насколько реалистичность что касается балдеж спасибо большое мы ее куда-нибудь присобачим я думаю что ее можно куда-нибудь реально ну она здесь органично смотрится я думаю что можно куда-нибудь туда но на белой стене прям хорошо смотрится будет мне кажется очень классно слушайте балдеж это мы втроем еще стилистика для начала какой-то день посылок ребята вот что еще круто это типа я и пришли на фоне доски топ-сайф каевка и супер балдеж похож придется спасибо ребят блин присылайте это был красота и бишь красота ну красота я вот про это говорил когда-то мы едим следующий раз такая поскольку звездочка здесь новый день простите что так мало было эмоции по завершению того дня потому что но это пипец это было невозможно мы все полосы максимально разбиты лёха не спал говорит 36 часов мы где-то 24 может быть чуть побольше ну в общем суть в том что было очень плохо убрал немножко бутылочку то мешает когда перед экран чтобы это не было не забыть выкинуть главное одна бутылочка две баночки делайте кого-то как в ю тубе в тренде за час отсняли назвали то 24 по-настоящему да когда не делаете вот сейчас мы в новой студии это большущий такой вот экран вот это не просто хромак это менять ось на технологии на студии диджей арсений он это все делает я вот собственно мы здесь мы готовы отснять я не знаю что получится может быть это будет странно посмотрим что-то должно было небольшой кусок если на главный начать сейчас быстренько отобьем и поедем да ну и по свет быстренько эту хоть здесь все в свету мы все равно используем наш чай на болт и сзади контровушку давайте быстренько закончим ребят плохие новости мы расставились мы поснимали мы посмотрели что получилось не понравилось есть несколько проблем этом так во первых этот фон конечно классный но он но нет это сравнению с остальным роликом выглядит очень обычным то есть мы такой могли в принципе снимать дома мы захотели исправить ситуацию взяв проектор собой мы его не взяли не подумали проектор здесь можно было взять в аренду но к сожалению нам его не дали в аренду не получилось так что у нас отпадает возможность снимать здесь еще тут квест рядом люди шумят ты в конце концов ученый может подойти со столом и сказать ну все hydra ты мне надоело этот шутка что как надоело мне кажется еще раз там еще звук конечно люби пепели пирим этой студии извинились за то что там идет игра но опять же что мы с этим сделаем у нас звук нужно записывать вот они опять начали там играть все по были блять играть шло как будто бы не по плану а представьте это был бы я типа в первый раз жизни в квест пошел каждый влог теперь я же говорю у меня жизнь такой прикол ребят ну да квест надо будет сгонять и представьте это был бы я в первый раз как раз там один причем ничего не сняв вот это был бы прикол сам придумал сам посмеялся все нормально новый день нового день 5 вчера как вы помните не задалось у нас я все-таки считаю что у нас студия была предоплачена что когда такие косяки очевидные когда рядом есть но люди которые ответственны за эту студию как будто бы они будут не должны брать денег за оставшееся время а там еще половина суммы мы и конечно же заплатили никаких конфликтов мы не хотим но как будто бы мы туда больше не пойдем мы не сняли половину нам все мешали и аналоги взяли полную сумму такой себе конечно но сейчас мы в большой студии но по виллу как будто бы единственная здесь косяк был с тем что крыша протекает очень громко но это старенькая старенькая виллу просто решен здесь вентиляция очень громкая вопрос решен позже вопрос решен короче сейчас здесь много нужно снять поэтому не будем сиськи мять так сказать сейчас начинаем быстренько все и начинаем что-то сказать и забыл ты что-то хотел сказать но забыл все забыли ворвался этот на самом деле я как будто бы заряжен не было отдохнули вчера чуть-чуть и все а он там есть еще вообще-то в реальности стареет ты не понял жесть постарел вот это актерская игра у нас уже есть несколько кадров но мы уже готовы дальше снимать мы прям заряжены но но все равно есть посторонние шумы которые задают не от нас ни от кого не зависит это убирать это начну сейчас настолько сильно что нам надо переждать если бабкины рассказы не могли кого-то спровоцировать на поиске я очень сомневаюсь что они увенчались успехом ребята у нас кажется началось что у нас просто один светильник работает только питание юсби си питание из беседа power band короче если не видно то тут прям на ты плен и нормально я образ быстро надо сделать и нет времени вообще это же база все мы продолжим ничего не спрашивайте там просто кто-то играет репетирует как же он ебашит и там бас может мы сняли на этом месте стабилизатор и мы выставляем все за дверь и выставляем все потому что вы рекомендуется время какая же классика их же вы все успели прям ну что кажется мы снова переставились на слайдер у нас добивание прям слайдеров и прямом эфире и потом еще другие вещи так что не особо пока заканчиваю ну что кажется у нас перестановка очередной мы сняли практически все осталось заключительный блок остался сейчас снимаем на слайдере проездки между кого вот сейчас пытаемся выставить что-то я забыл 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 подожди сейчас я же тебя хотел рыбчуку прочитать про томик арт бля давай не бумный тратить время да и это самое три грамма если не забуду опять же все выложу если не забуду если не забуду интересно как это украсить и так далее красиво должно не переключайтесь сейчас увидим как выйдет но у нас сегодня сейчас мы увидим магию но прикольные локации да когда ты смотришь воспринимается немного по-другому то есть когда ты смотришь вот этот вот коридорчик которому стоял но воспринимается как очень очень такой прям длинный длинный бесконечный ну не знаю по крайней мере вот мне так чувствовалось когда я смотрел мы уже переставились на штатив после стаба и это заключительные кадры наконец-то наконец-то ребята время у нас на конец 2 18 2 18 но у нас студия до 6 часов я могу сказать что есть шансы успеть я знаю да нас подменили но в этот раз вы просто знаете что сделали мы могли бы не успевать могли забронировать но мы решили этого просто не делать не не успевать и все настолько много чтобы прям вот перебор конечно это чтобы прям успеть конечно дороже стоит но как бы уж лучше знаете переплатить чем потом нам скажут мы не можем продлить к сожалению мы такие обосранные домой идем так что вот да взяли с запасом так сказать и вроде бы успеваем и запаски хватает причем мы сегодня сняли то что мы должны были сегодня снять и вчера вчера то есть мы давно уже закончили если работали смену работяги вот эти ребят работе реально сборишь как после смены работе силу покинули все мы сейчас ребята то спимся и завтра превьюшку сделаем большие эмоции да все сняли все сложные дни все крутые локации четче скажешь насчет сегодня хорошо все было хорошее красивое было студия хорошо поработали хорошо все сняли красиво быстро для нас уточнение так что я считаю что день удался пипец реально ребят мы успели я не знаю что происходит но успели но я уже объяснил вам почему мы успеем потому что мы бронируем теперь намного не знаю повторится ли это в следующий раз посмотрим почему поехали вроде рабочая схема спать а потом снимать дальше всем пока целом ой прикиньте то есть мы закончили съемку и за то что у нас там капала вода и за то что мы не до конца свои часы добили сделали скидку он бесплатно сделали супер приятно никто не просил это вот этот вот типа ник ну камон мы даже еще не полностью собрались когда вода начала капать ребята сделали такой прикол мне кажется вот так вот нужно ну клиентов привлекать они так как это есть до сервис они заплатим опять же но мы не говорим что хорошо что плохо просто да не-не-не там хуёло здесь нормально вот я скажу хотеть возвращаться в студию во вторую студию хочется вернуться в первую не хочется потому что опять же мы нифига не сняли а нам скидочки никакой не дали мы не просим о скидке мы просто говорим о том что какое вот отношение но ребятам со второй студии просто респект всем привет наступил следующий день неожиданное празднование дыр люки так в общем мы сняли всю зеленку и сейчас эту зеленку мы отдали на то чтобы графика на ней появилась легче старикову у нас остался один свободный день перед другими съемками мы сейчас ждем монтаж и вообще что мы решили сделать мы решили этот день посвятить легкие то что у нас было прикрытие типа мы ему подарили подарки и типа отпраздновали не настоящий просто дело в том что лёха говорит что не любит свой день рождения не хочет много внимания не хочет отмечать такая неловкая ситуация что мы решили сделать его праздник и я не знаю правильно ли мы он любит отмечать поэтому его поздравим два раза он не догадывается об этом здесь все собрались на сейчас мы покажем просто мы хотим ему устроить праздник в стиле форсажа его любимого фильма залудные фамилия мы не осуждаем реку хороший фильм хотим вот этот великий хороший фильм сидела так сказать его встретить он ни о чем не подозревает здесь уже на саша приехала и не раскололась вроде как вроде бы я ему сказала что я поехала навстречу так что он не в курсе на самом деле это очень прикольно у нас эта идея возникла в тот момент когда он сказал что не хочет отмечать свой день рождения в общем мы такие но значит собраться все вместе это все-таки в первую очередь на повод собраться с друзьями они просто подарить кому-то подарок то есть вот так что лег не обижайся если что когда ты будешь отмонтировать ты должен это понимать мы тебя очень любим понимай марина придумала концепцию она хотела бы чтобы был вайп форсажа вот собственно тут разве сейчас покажут тут намекает все намекает у нас одежда специальные мы выбрали типа хотим попасть в тот самый вайп все приоделись это очень круто и собственно его ждем он уже в пути да саша он в пути да 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 он в пути сейчас он водички зайдет себе попить доширак купит человек максимально не подозревает что сейчас произойдет и это хорошо он такой сейчас приду дождь поемся сисонечка паре в общем что ждем его и сейчас мы вам покажем как это все тут выглядит течу как-то поехали вайп максимально готов смотрел очень много скриншотов из фильмов скриншотов смотрел переводки в быстрый ну чтобы освежить памяти конечно же у них у всех белые футболки ну да цепочки часы блин скажите крутое время было прям вообще у нас все сегодня при наряде так что давайте посмотрим что там вообще есть ну-ка пойдем 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 так что-то тут натворила не что-то конечно грандиозное но как получилось у нас тематика гоночек чемпион то время когда форсаж было гонках номер один лёха конечно же мы не могли обойтись без постеров форсаж смотрите на этого вида дизеля как же хорош тут у нас зона чемпионская чемпионская тут подарок главная награда от всех нас у нас единый подарок так сказать но мы его тайком заставили надеть джинсы возьми пожалуйста джинсы для вставки придумали еще одну ребят джинсы нужны для вот этого как вы думаете что же это лысина чтобы это крест туретто вы все ждем прихода торрента оля машинка удобно или не а это это полноценную 3d машинка и все и я не знаю мне может быть не нравится попытка номер один попытка номер два успешно вот это кавер и понимаю мне это не нравится я не хочу улыбку вообще не смотри на него ему очевидно батя батя пришел и волчком запивает натуральный для машины по машину да потому что мы все вместе подготовили подарок это прямо от всех кто было тоже от всех но это было прикрытие а теперь вот прям это от всех макбук айпад что еще может быть ну кайф ну кайф же быстро четко ждем одни хатшоты а вот это тебе немножко добавят скорости а это что это божди а что редбульчик нормально нормально а это энергетик со вкусом сюда это в коллекцию так вот эти два в коллекцию по любому я наставлю спасибо большое это байкап идеальная заставка можно использовать во всех во всех оставшихся в этой жизнь в этом мире в этом будущем в этом времени влогах можно просто даже вместо превью этих самых самих видосов используют здорово я хотел просто рассказать что мы много чего не снимали но на лёхином день рождения мы все вместе прошли наконец-то devil in me но есть он есть на игрушечном канальчике мы проходили виниловая пластинка по этому поводу между прочим очень лимит лимитка эксклюзивка и вот у меня она выглядит богат а еще есть вот devil in me вот этот аниматроник прикол хвастаюсь просто своим стаффом хочу мне есть хранитель типа я но только настоящий хранитель вот мы сейчас в квартире уже монтируем но я хотел рассказать о том что моя мечта осуществилась я точно говорил об этом на стримах что я мечтаю получить одну штуку но не знаю как на нее накопить условно так вот сейчас если что будет не реклама нас не просили об этом рассказывать на лайв канале но я расскажу потому что вы в любом случае это увидите во блоге джек другое другое да суть в чем я собрался с мыслями я никогда никому не писал по поводу сотрудничества на я собрался с мыслями написал в ямагучи это магазин знаете вот в торговых центрах вы видите магазин написано ямагучи там продают массажные кресла массажеры для ног и все так все в этом духе у меня были массажеры для головы у меня был массажер для ног я это все отдавал маме потому что у меня еще одна осталась здесь но я к там к тому что я всегда покупал пользоваться а потом хотел кресло привести очень дорого я написал к моему удивлению они мне ответили и теперь у нас есть массажные кресла круто вот я сейчас но массажный взрывать кресла вы не дорогие общем я сменить это тоже это фирма продается в магазинах ямагучи у меня он больше всех понравился всегда его хотел всегда на них сидел всегда пробовал ему уже месяц на самом деле я в нем сижу но не месяц типа я сижу болтешь да наверно к сожалению сижу в нем после работы до работы и так далее он меня заряжает это невероятно как эта штука ребят если вы когда-нибудь хотели купить там я не знаю массажер для ног может быть для головы массажное кресло просто не думайте это такой кайф я кайфовал до этого пару лет с машином массажером для ног перекайфуюсь массажным креслом я не знаю даже как это описать ну типа это вот я боюсь звучать как рекламный какой-то слоган ну типа не блин я не использую не даже каково и вы не верите мне вы не представляете я не знаю нет черт возьми я супер рад что ямагучи вышли на связь его теперь у нас есть кресло сам бы я просто не вывез не справился ну да они очень-очень и это еще не все от 300 до 2 км и сот наверно а вот и второе кресло арену и виду лучи аксиом а его мы да выглядит супер футуристично такая черная глянцевая штуковина из будущего в нашем старом домике тупо и вспомнить все когда шварц садился вот это он в такой же садился функционал я очень люблю массаж я хотел чтобы ребята его тоже полюбили поэтому для команды бить я еще одно кресло и вы не поверите насколько она отрабатывает примут мы из него не вылезаем просто вот на постоянке сеня грик лёха они нашли на свой любимый идеальную позу как называется режим растяжка растяжка и новая называется иного и она растягивает пошел 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 пошла растет выглядит как будто я не знаю реально сидушка из космического корабля просто вытащили и положили поставили в дом теряли мне кажется потеряем серию потеряем грига потеряем там дэна лёху они просто будут здесь на постоянке хорошая ли это была идея определенно да ну прям технологии растяжечки прикол прикол это победа сейчас потому что прикольно а потом это проклятие потому что нужно снимать все здесь получили уже его тесте но я хочу при вас сейчас распаковать ну-ка тонус то он просто едет а можно целый день им быть интересно или это уже вредно будет и перебор как же болтешь я не могу самое то после долгих съемок типа типа сколько максимально времени можно в таком кресле находиться в целом просто охренеть чтоб я так рад что не разрешили взять кресло боже спасибо большое разрешил свои впечатления скажи как я первый раз когда увидел во первых охренел от его габаритов просто огромнейшего но когда я сел я понял что его габариты оправданы потому что ты садишься и она тебя поглощает прям очень кайфово и да как уже говорил жека мой любимый растяжка для ног она сейчас в обычном положении но в какой-то момент она берет и вот так вот вперед вытягивается то есть она зажимает ноги и вытягивает их нету прямо растяжка очень кайфово короче всем нравится прикольно вот это просто пипец я не знаю все весь оставшийся влог а его осталось по его осталось жизнь как будто будет крест креслом знаете что у меня есть промокод вот мне сказали что я могу использовать называется топотелло там 10 процентов скидка в общем на товар если вдруг с учетом цены такого кресла думаю даже 10 процентов это нормально или заценить какое-то там кресло или массажер какой-нибудь приходите в магазин цените заказывайте скидочку дал я опять же говорю нас никто не просил это на лайфханале рассказывать но это настолько круто настолько я благодарен забавно что они да такие чувства берите кресло можете ничего не рассказывать просто берега это кайфово оказалось что я просто бахи она еще очень красиво полетит до игровое потому что конечно окно это похоже на растяжка соврать каждый мой день начинается с того что я иду сначала в ванну и и потом сразу сюда не сначала сюда потом в ванну король огромный мы проходим тест на кто ты в гарри поттере хогварт тоже есть на игручном канале начали но мы его поставили на паузу временно пока ну когда атомик начался короче когда томик вышел я переключился на томика вот мы сейчас атомик закончим по идее хогвартс должен продолжить а я не проходил а я не проходил эти чувства я так выбрал все я же говорю все оставшийся весь флок будет массажерном кресле даря жанка в слизерине я в гриффиндоре марина в хаффл пафе дэн в хаффл пафе сиен в гриффиндоре такие вот мы короче гриффиндорцы в основном смотрю дамы понятен дурске они а я че я не могу как же хорошо боже как делаю хаффл пафа 2 раза в надежде что во второй раз у меня будет не пуфин дуй потому что а пуфин дуй все ладно для меня существует два факультета и пуфин дуй в него никак не входит в этот мой топ так ну пуфин дуй сейчас обиделись у меня есть даже реакция как я отреагировал на то что мне второй раз тоже попал пуфин дуй а я не проходил там прям реально как бы ты тест прям полноценный полноценный ну типа не какой-то знаешь банальный по типу а вы там эти самые украдете там я нужно сделать вот такой вот шалость или не сделать там прям полноценный тест который не очевидны когда ты его проходишь сюда куда он тебя зачистит судьба судьба что ты скажешь судьба нельзя вам гриффиндор рано это надо принять я хотя бы там не одна сейчас мы посмотрим где будет лишь мне что-то подсказывает что возможно он в пуфин дуй хочется в четвертом никто а я думаю слизирина кажется нет вот я хочу чтобы лёха был в как-то вране чему рано или ты подожди это это уже с такой же страшный что-то выберет я кажется 100 процентов какие у тебя ставки где-то хотел бы быть гриффиндор так сложно с гриффиндор 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 в гриффиндор в процессе переведем слезарь если что подходим и все устроим слишком очевидно короче а мы что собрались мы снимаем сейчас у меня тут максимально помочь еще сейчас 5 минут ну кажется все пошли снимать слишком хорошо чтобы быть правдой в общем да смешно что влог начался с того что у меня там потом она чуть-чуть поменялась а потом она вообще поменялась так только потому что я только что из парикмахерской я решил и он изменить перед съемками потому что я посчитал ту не универсальный все-таки чтобы не рисковать потому что этот ролик очень важный я решил не экспериментировать с какой-то причёхой люди на это не отвлекались а просто стандарту делать потом когда-нибудь поэкспериментирую но не сегодня сейчас у нас мы занимаемся тем что моя библиотека мне нужно ходить туда-сюда это для перебивок для вставок и для озвучки по сути ничего такого важного но важно именно в контексте мы уже выставили свет и начинаем съемки короче использовали опять как всегда весь свет хотя локацию очень мал весь тупо весь смотрите мы опять используем эту бандуру и мы боимся что он упадет тем временем а ну сколько там 7 тем временем у нас рубеж в два часа идет потому что я не но она снова же говорили сколько она весит но вообще не передавать словами потому что она изгибает палку вот короче много света много всего мы стараемся не шуметь потому что соседи да потому что это не было прокатки на слайдере как это называется вот это все компоновка хотелось бы сделать мультиэкспозицию это когда несколько кадров друг на друге ну то есть вот условно на одном на одном слое я стою просто здесь читаю на втором слое на этой же на этом же видео хожу и так далее то есть как будто призраки знает перемещается вот так туда-сюда хотелось бы добиться такой эффекта плюс это иску и ускорено будет скорее всего еще посмотрим чё это только чтобы ребят просят рассказать что это все сделал суть в том что мы с григом давно это практикуме я не знаю насколько это правильно или неправильно не суть я просто мы знаем лайфхак как из говна и палок сделать что-то стоящее у нас никогда не было зональной линзы зональная линза это когда правильно же объясняют когда две точки фокусе передние и передний план и задний план грубо говоря это линзы которые разделена пополам было и вблизи было видно и грубо говоря меня вдалеке да и суть в том что если взять любой объектив смотрите любой и не вставлять его в bayonet а снимать вот немного вот так он тогда получается что оба участка и передний и задний план будут фокусе по сути бесплатная зональная линза прыгнул мы возьмем и сделаем вот так вот что мне кажется максимально неправильно но нам нужно было макро такое очень странно и вот так вот начать снимать то мы добьемся а особенно если отдалять добьемся макроэффекта такого очень смазанного очень неправильного но при этом это будет ну да блин обычно очень вот не забудьте после этого почистить свои матрицы и совести и очистить совесть и душ принять это наша группа из компании камкал технологии мы ее предоставили на 5 часов группа ваш там просто сидят такие типы все на скотче что-то кривые какие-то палки ворачивает объектив монтаж идет полным ходом смотрите здесь уже все нарезано мне сейчас нужно записать звук сейчас марина расставила все звуки которые нужно записать микрофон поставлен какие-то ну в общем ничего особенно не происходит просто записываем звук пишу какая простая и невероятно точная мысль какая простая и невероятно точная мысль это командная работа у меня ручки устали держать отсохли болят теперь по нытик такой мне кажется так проще даже записывать когда у тебя нету ничего в руках потому что жертикуляции жертикуляции жертикулирую профессионально каждый день чей-то затеял мне теперь руки болят пишем может быть пару лет назад я бы сделал разоблачение бессмертия сказал бы что это не нужно что у этого из проблем случае же с бессмертной медузой сама медуза может осесть на дно и превратиться в поле не знает текст наизусть так это чё такое душу получился очень насыщенный влог спасибо что смотрели мы просто ну а все уже да почти ну не почти уже больше как будто бы было очень интересно много как будто бы много всего сделали это просто супер круто спасибо большое за просмотр до скорых встреч скоро топ секрет снимаем будет еще один классный влог локации как всегда прощаемся каждый раз это даже но это пони не 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 самое длинное что было в целом но и каждый раз так это еще не конец пошли то 34 37 что-то еще до конца а если досмотрели до конца то для вас сейчас будет бонус а про кайвер там был и и и но и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok